Заявление Кремля о намерении защищать, как было сказано, всеми средствами, аннексированные Москвой территорией Украины, увеличили ставки и повысили вероятность применения ядерного оружия в этом конфликте. Серьезность и непредсказуемость сегодняшнего противостояния Запада и Москвы во многом напоминает Карибский кризис 1962 года, считает часть экспертов США. В первую очередь, очевидное сходство этих двух кризисов, разумеется, в том, что имеет место открытая конфронтация. Первый раз за последние 60 лет мы имеем дело с глубокими, базовыми разногласиями между двумя ведущими ядерными державами мира. Стороны используют экстремальную риторику, что может обернуться быстрой эскалацией. Тогда, 60 лет назад, в разгар Холодной войны, мир оказался в одном шаге от глобального ядерного конфликта. И США, и СССР активно наращивали ядерные арсеналы, размещая ракетные установки все ближе и ближе к границам друг друга. Как раз перед этим, режим Фиделя Кастро на Кубе оказался в тяжелом экономическом положении и обратился за помощью к Советскому Союзу. Советские стратеги решили, что ядерного преимущества над США можно достичь, разместив на Кубе ракеты Р-12 и Р-14. Таким образом, можно было держать под прицелом авиабазы США и даже Вашингтон. Кастро дал Москве положительный ответ. К 14 октября 1962 года на Кубу доставили ракеты и поместили их в пусковые шахты. Но скрыть операцию от самолетов разведчиков США было невозможно. Президент Кеннеди собрал секретное совещание, на котором решалось провести ответную военную операцию на Кубе или ввести морскую блокаду острова. Решение о введении неполной блокады приняли 20 октября. 22 октября президент Кеннеди сообщил американцам по телевидению о советских ракетах на Кубе и объявил военно-морскую блокаду. Кеннеди отметил, что любой ракетный запуск с территории Кубы будет считаться актом войны против США. Советский лидер Никита Хрущев в ответ заявил, что блокада незаконна и привел вооруженные силы СССР в полную боевую готовность. 24 октября Кеннеди послал Хрущеву телеграмму, в которой призвал проявить благоразумие. В тот же день Хрущев обвинил США в том, что они выдвигают ультимативные условия. В ответ Белый дом указал, что советская сторона нарушила свои обещания в отношении Кубы. Эти вооружения должны быть удалены с Кубы. И еще, позвольте мне сказать вам, вы, Советский Союз, доставили на Кубу эти вооружения. Вы, Советский Союз, нарушили баланс силы в мире. Вы, Советский Союз, создали эту новую опасность. Вы, а не Соединенные Штаты. Позвольте мне задать вам один простой вопрос. Отрицаете ли вы, посол Зорин, что Советский Союз разместил и размещает ракеты средней дальности на Кубе? Да или нет? Не ждите перевода. Да или нет? Продолжайте вашу речь, господин Стиминсон. В свое время вы получите ответ. Ответы американцы не получили. Напряжение достигло пика в Черную Субботу, 27 октября, когда произошли инциденты с военно-морскими силами США и СССР, а также с двумя американскими самолетами-разведчиками Ю-2. Один из них советское ПВО сбило над Кубой. Пилот погиб. Истребители ВВС США были подняты в воздух на случай атаки советских бомбардировщиков. И все-таки Хрущев решил не идти на конфронтацию и объявил членам президиума невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну. В открытом обращении по радио Кремль выдвинул еще одно условие, чтобы США вывели свои ракеты из Турции. Одновременно начались тайные переговоры двух стран с участием корреспондента телекомпании ABC News Джона Скали и резидента КГБ в Вашингтоне Александра Фомина. На следующий день российский посол Добрынин был приглашен в Минюст США. В ходе его беседы с генпрокурором и братом президента Робертом Кеннеди было достигнуто соглашение по урегулированию. Советский Союз пообещал убрать и больше не поставлять на Кубу ракеты, а Белый дом обязался снять блокаду и дать гарантии не нападения на остров. Вскоре Вашингтон убрал из Турции ракеты средней дальности. Тогда тоже имели место публичные ультиматумы, но результат был достигнут благодаря переговорам, которые не содержали ультиматумов, и целью которых была выработка позиции, приемлемой для обеих столиц. Вот и на этот раз ультиматумы хороши для широкой публики, но не для двух держав, которые равны по своей ядерной мощи. Но если в закулисных переговорах Москва и Вашингтон смогут избежать предъявления взаимных ультиматумов, то и договоренность станет возможной. Политолог Уильям Хилл указывает, в чем кроется реальная опасность нынешнего кризиса. Из-за взаимных обвинений на высоких тонах договариваться крайне сложно. Вот и сегодня для достижения договоренности необходимо, чтобы Вашингтон, Киев и Москва смогли внести коллективы в свои позиции, отмечает эксперт. Во всей этой тревожной ситуации меня несколько вдохновляет разве что тот факт, что есть сведения о закулисных контактах между Вашингтоном и Москвой. В этом заключается еще одно сходство с ситуацией с 1962 годом. Харибский кризис удалось разрешить благодаря личной дипломатии между администрацией Кеннеди и правительством Хрущева, без участия широкой общественности. У президента Байдена солидный опыт в таких делах. Свои первые переговоры с советскими руководителями о контроле над вооружениями он провел в ранге сенатора еще в 1979 году. Возможно, поэтому теперь администрация Байдена поначалу проявляла сдержанность. В марте Пентагон даже отменил испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Минутмен-3», чтобы не спровоцировать обострение в ходе вторжения России в Украину. Однако Кремль так и не пошел на примирение. После массированных российских ударов сразу по нескольким украинским городам в октябре война в Украине вышла на новый уровень эскалации, не менее опасный, чем 60 лет назад. Продолжение следует...